сижу на улице полила цветы он тут своего этого выгуливаем жуков ловит я это вино попиваю на здоровье как говорится вот сидим короче кайфуем сегодня захотела остаться одна не могу вот иногда надо побыть одной серьезно у вас такое бывает или нет просто днем вырубилась после цирка там кажется в цирке используют какие-то знаете что вот какой-то газ или дым ну как в клубах вот его используют для увеселения чтобы народ колбасила а вот в цирке для усыпления мне кажется потому что я когда я это не первые цирки посещаю в лас-вегас ездили много раз летали я там посетила все эти их не шоу там они есть такие стабильные есть такие сезонные в каждом казино есть своя станция там весь там шоу о они в воде там поэтому с этой станции они не могут путешествовать это я рассказываю про этот дюссалей канадский цирк и про лас-вегас есть такие которые допустим пять лет отыграла да и нужно уже менять позицию там технику потому что она уже проелась а то мне кажется только там эта бабка да силендиор поет сто лет и ее никто не меняет я не могу переться в вегас и на эту бабку бля покупать билет причем у нее билеты дорогущие там какой-то самый минимальный по 200 баксов ну ладно то такое то на любителя так я что заметила на всех шоу они пускают какой-то дым и от этого дыма очень сильно расслабляет потом спать хочется некоторые были такие моменты что даже вот в процессе шоу дремала засыпала и один раз я помню вот мы пошли на этот на шоу я уже не помню что за шоу и в каком казино и я такая сидели смотрели смотрели они там прыгали бегали у них классно везде живая музыка вот конечно шоу заводное и плюс они отвлекают от сцены у них происходит несколько действий в зале то есть ты не фокусируешь внимание на каком-то одном предмете ну человеке который делает этот шоу они вот расфокусируют твое внимание кто-то по залу лазит там делает шоу кто-то на сцене кто-то вокруг сцены кто-то там сбоку сцены то есть ну отвлекают отвлекают внимание ты не можешь твой взгляд бегает постоянно и ты не можешь сфокусироваться или ты фокусируешься на чем-то одном и отвлекаешься от другого то есть это такая задумка ну это очень четко продумано там же психологи наверное тоже не дураки работают вместе с цирком так чему я говорю что было одно шоу прыгали ну классно ну все у них очень классно ритмично но посреди шоу я закимарила и я поймала взгляд артиста который смотрел на меня то есть взглядом поняли вот такой он по виду очень много слова славян в цирке канадском работает я не знаю почему но в основном берут коротышек вы заметили или нет но это так про цирк отвлеклась про цирк сейчас посижу чуть-чуть комары зажирают шоу конечно классное рекомендую вот сходить вот особенно у кого дети вот повзрослее но не маленькие там в пленках а то были я понимаю родители приходят нужно кого ты его оставишь а самим хочется но это больше как для взрослых для взрослых вот и уже те кто осознает это все потому что дети ну что ну там попрыгали поскакали там детям больше интересно какие-то шарики там вот это как он лазил по сцене там бум 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 там ляля траляля более для взрослых это интересно потому что такие элементы которые они делают конечно это уникально ну вот сидим с моим этим товарищем луна растущая такая прям растущая растущая у меня я знаете что заметила на работе как полнолуние так вот эти наши наши подопечные активируются по ним можно это метео метеопрогнозы эти вычислять чудеса творятся только так завтра если там как говорится будет здоровье настроение и силы поеду в этот цветочный магазин куплю две лозы еще купим этих как они называются брусья брусья на настройку хочу построить вот вдоль того забора такое чудо-юдо потом покажу когда уже сделаем а то чё сейчас языком трепаться для винограда прицепить винограде вот закрыться от соседей сильно большое не могу строить только вот в уровень гаража соседского потому что опять же это территория города ну там начинается всякая хуйня не дай бог там на пол миллиметра выше ниже штрафы а народ у нас такой постучать любит поэтому поэтому все надо делать аккуратно с умом соседи стучат только так и везде все нос суют там одна тетка живет через три дома от меня и она вечно с этой собакой лазит и смотрит что я подсадила насадила она тоже там сидит себе колупается но в этом году я очень много денег потратила на цветы она видимо тратиться не хочет и это же она ходит и носом крутит и он что у тебя новенького ну что у тебя новенького ну вот вот это новенькая машина думается какая-то миллионерша ну я честно вам скажу цветы в америке это не дешевое удовольствие но я для себя так решила я лучше не куплю какие-то шмотки там вот эти они мне нахер не нужны и там какую-то очередную пару туфлей она мне тоже нахер не нужна тут ходить некуда и он все свои туфли эти каблуки пораздавала я лучше пойду куплю цветы какие-то вложусь в дом в сад как-то с возрастом поменялись интересы по молодости да я там как говорится и погуляла и пофестивалила и есть что вспомнить нечего рассказать я не такая уж цветочница святоша как соседи думают вот поэтому как-то сейчас возрастом интересы поменялись я уже не шурую магазин там за какой-то очередной модной кофточкой шурую в строительный магазин потому что мне надо купить какой-то инструмент или или чего-то там подремонтировать плитку туда и сюда и там вот что-то еще туда-сюда там машину машина тоже требует расходов а когда у тебя две то это в два раза больше расходов поэтому поэтому только говорится не до кофточек не до туфелек а вот цветы да вот как говорится не куплю пожрать а куплю цветов вот есть такое замечаю последнее время за собой такую погрешность засти некоторые цветочки на ночь позакрывались как будто стесняются да а некоторые вот прям некоторые прям цветут и пахнут до спасибо за совет пионы не обрезать все я поняла не буду обрезать я знаете что еще раньше не обращала внимание никогда на эти фиалки но это же надо такое чудо они мне что-то всегда казались такими невзрачными маленькими вот какая-то херня нет смотрите блин сколько они они ночью и днем и все вот боли маленькие большие такие красивые я теперь буду их сажать постоянно я не знаю как их сеять я покупала саженцами как их размножать это надо семена какие-то или как их размножают я прям их очень сильно полюбила я думаю в следующем году я их понасажаю такие хорошенькие они прям стоят так долго я влюбилась в эти фиалочки видишь всякие разные и большие и маленькие такие не такие вот такие вот эти что-то стесняются у меня видно может может им тут место нехорошее не знаю как-то они себя плохо чувствуют вот эти медленно они открываются или может хорошо что медленно а то все пооткрываются потом и и и потом все и не будут открываться даже вот в этом горшочке они прям вот этот горшочек варит ой каждый день меня радует смотрите не так долго стоят эти цветочки и терье еще сейчас вот это вот совет для этих садоводов как говорится профессионалов и любителей вот этот шланг сусти он у меня зиму перезимовал и нифига ему не случилось называется этот карманный шланг он растягивается когда вода завтра утром буду поливать покажу он этот когда вода набегает он растягивается 50 фит это блин сколько это 50 вид блин я не соображу по этим по метрам сколько она он растягивается во первых он легенький компактный для меня раньше было это каторга эти цветы поливать таким этим дубовым этим шлангом его пока размотаешь намотаешь о боже он такой тяжелый а это не это такая херня я купила еще один 2 у меня два крана с дома торчат может завтра установим на другой угол дома вот такой же и все там надо только аккуратно смотреть потому что на работе у нас тоже такое купила вот тут же ж нитка до гармошка а внутри резина и вот если это гармошка протирается туда да да но я дома аккуратно пользуюсь вот ну масса удовольствия градом побила эти цветы но они уже восстанавливаются смотрите какой куст красивый ты меня радует может завтра еще один куплю я нему я балдею от него и чуть-чуть градом побила ну ладно ну вот такое вот вам видео на ночь глядя всем желаю спокойной ночи кто ложится спать кто проснулся тому доброго утра память забита на телефоне на камере завтра буду чистить и готовить для новых видео вот поэтому я и завела свой youtube канал я не блогер еще раз подтверждаю информацию я не профессиональный блогер не владею этим красно красноязычеством красиво вот это сидеть по ушам ездить не это не моя я я разговариваю коротко четко по делу не он конечно для канала я не могу рассказывать там цветок стул стол все закончили разговор что-то тут пытаюсь отрындеть но моё моё как говорится мой характер это делать дело а не пиздякать поэтому поэтому я завела этот канал чтобы своим родным близким друзьям показывать вот эти всякие видео как я тут живу чем занимаюсь в течение дня чтобы не рассылать это все в этих вайберах ватсапах и не засирать память телефона так чуть-чуть разрослось да теперь уже говорится снимаю и и для своих и для друзей и для нового ново подписавшихся поэтому ну учусь а что делать изучаю новую профессию блогерства пока с этого ничего не имею еще раз подтверждаю денег за это нет у меня все всем спокойной ночи а кто проснулся доброго утра а кто уже там где-то в действии на другом конце света тогда желаю хорошего дня спасибо